Сегодня я приготовил для вас небольшой обзорчик про один очень полезный скрипт, который называется Animation Patterns. Скачать его можно бесплатно с сайта iscript.com, но можно поставить тут какую-то сумму и тем самым отблагодарить автора за его труды. В установке скрипта нет ничего сложного, в случае чего внизу тут есть инструкция, просто у вас в архиве будет папочка, вот у меня версия 1.25, свежие скаченные специально, и нам нужно будет вот эти вот файлы переместить в папку скрипт панель, они должны быть вот здесь находиться, и если вы их сюда положите, то тогда в After Effects вы можете найти этот скрипт, вот здесь он внизу будет. Но мне подобное не нравится, потому что, как видите, места здесь мало, если сюда пару скриптов добавить, то уже окно становится, на экране не помещается вот эта вот менюшка, и там приходится вверх-вниз переключаться, поэтому я, ну это чисто мое индивидуальное такое новшество, вот он, Animation Pattern, я его кидаю в папку скриптов сразу. И тогда в After Effects я могу этот скрипт вызывать вот из этого меню. Нам открывается вот такое вот окошечко, его нельзя присобачить никуда в интерфейсе, поскольку, как раз вот если бы он в панели здесь находился, то мы бы его могли, ну куда-нибудь сюда вот прилепить, а в таком виде он вот только так может находиться на экране, но меня не принципиально устраивает, поэтому я пользуюсь именно этим способом. А вы выбирайте для себя, какой именно для вас нужен, в таком виде он тоже работает. Зачем же нам может понадобиться этот скрипт? Ну мы, если будем смотреть какие-нибудь нормальные, красивые, профессиональные работы, мы всегда можем заметить, что объекты в этих работах двигаются нелинейно, они всегда как-то затухают. Если вы умеете работать, например, у меня такая простая анимация, просто выезжают блоки. Смотрится достаточно скучно и как-то топорно. Если вы работаете в графиках, знаете, как тут с ними обращаться, то всегда можете сделать вот подобную операцию и потом, управляя скоростью движения, каким-то образом изменить траекторию движения этого объекта, чтобы она, допустим, как-то более интересно двигалась. Ну вы уверен, уже люди профессиональные и с этим знакомы. А если знакомы, то вот посмотрите какие-нибудь уроки, как работает с графиками в программе Adobe After Effects. В любом случае, вот такое вот движение, оно уже смотрится более естественно, поскольку в природе не бывает вот движение, как в верхнем блоке, когда оно так тупо резко выезжает и сразу, как приклеенный, останавливается. У нас в природе все более-менее затухает, есть какая-то там инерция, масса, поэтому такие движения для нас более естественные и глазом они воспринимаются как более приятные. Также, например, мы часто можем наблюдать, что движение какого-либо объекта колеблется вокруг какой-либо точки в тот момент, когда он туда встает. Мы можем, конечно, ключиками сделать, нарисовать ему какую-нибудь вот такую вот кривую. Вы видите, он немножко колеблется на месте и тоже смотрится интересно. Я думаю, если вы, конечно же, должны следить за работами грамотных профессионалов, то вы подобные паттерны там очень часто встречаете. Так вот, рисовать, допустим, вот у меня тут 4 квадрата, да, конечно, в сцене гораздо больше и встречаются они гораздо чаще, и каждый раз вот так вот руками рисовать эти кривые, ну, достаточно геморройно, много времени, наверное, тратится, к тому же там подстраивать, то есть вот я на одного настроил, мне в следующем надо тоже, и это, в общем, не очень удобно. Поэтому с помощью вот этого скрипта мы можем подобные действия автоматизировать. Нам понадобится всего лишь два ключа, то есть вот в данном случае, а промежуточные значения программы, ну, скрипт, она в составе After Effects, он нам автоматически просчитает. Так вот, давайте теперь посмотрим, как непосредственно с этим скриптом работать. Как вы видите, кнопок здесь немного, и он достаточно простой, но очень полезный. Итак, прежде чем начать с ним работу, нам придется нажать вот эту вот большую кнопку. Она создаст нам новый слой, вот, собственно, об этом она и сообщает. Вот он появился у нас сверху. Сам слой это нулевой, он неважный, его можно даже выключить. Здесь гораздо важней вот этот вот ряд параметров, который тут создается. Кстати, заметьте, что вот этот вот список практически это то, что мы видим в левой части экрана. Это будут являться нашими паттернами. Сейчас вот давайте мы их посмотрим. Например, какой-нибудь мы возьмем и в графиках мы можем видеть, что здесь как бы кривая изменяется по определенным уровням. На протяжении четырех секунд этот график из себя представляет вот такой вот вид. Соответственно, каждая строчка будет содержать то, тот или иной вид изменений параметров во времени. Ну, здесь вот они привязаны автором к четырем секундам, поэтому обязательно вот у него, чтобы оно так состоялось, начиналось, допустим, с нуля, а кончалось на сотню. То есть вы видите, что диапазон конечных и начальных значений, чтобы они правильно интерпретировали два наших ключа. Должны быть от нуля до сотни. Программа сама сжимает. То есть между вашими ключами может быть и меньше времени. Сама программа автоматически вот этот вот график сжимает между вашими ключами. Ну, сейчас поймете, когда мы вернемся непосредственно к делу. Итак, у нас имеется вот этот вот паттерн. Перенесу его вниз, так на всякий случай. Привык просто, что сверху у меня лежат главные объекты. И давайте возьмем какую-нибудь коробочку. Сейчас она вылетает по линейному графику. Что мы видим? Здесь скорость постоянная. Вылетает и встает. Мы можем, например, выделить ключи, выбрать какой-нибудь интересный паттерн. Кстати, можно, я уже показывал, да, то есть можно в графиках вот эти вот все посмотреть, либо на самом сайте, откуда мы его качали внизу. Вот есть Defile Animation Pattern. То есть, если вы это видео запустите, то автор для нас сделал такую видюшку, где мы можем посмотреть, как объект двигается, в зависимости от того, какие настройки к нему применены. Так вот, работать с крестом достаточно просто. Выбираем ключи. Выбираем нужный нам паттерн. Нажимаем Apply. Все. Мы видим, что тут добавилась формула. Ну, там какая-то сложная формула автором написанная. Это нас не должно волновать. Мы можем, кстати, также в графике, только вот надо использовать вот эту вот кнопочку, чтобы выражения нам просчитывались. И, собственно говоря, мы видим, как изменится график движения нашего объекта во времени. Ну, ведь здесь небольшое такое у него пост движения наблюдается вот в этом месте. То есть, он получается встает в исходную позицию, потом немножко проскакивает назад. Таким же образом мы можем выбрать, например, все позиции сразу и нажать Apply. В итоге видите, что добавляется формула. Ник смотрите, кстати, вот на значение ключей. Они, по-моему, уже здесь не имеют никакого значения. То есть, если вы захотите сделать вот эти вот стандартные штуки, они уже работать не будут, потому что здесь положение в пространстве просчитывается формулой. Ну, вот такой бонс, немного неаккуратный. В принципе, если мы хотим что-то изменить, опять же, достаточно выбрать, поменять. Видите, в таком виде уже как-то более интересно смотрится, чем простое линейное движение из-за края. Ну, и понятное дело, что все это можно применять не только к положению, но и к вращению, к масштабу, например, масштаб от нуля до сотни. Применим какой-нибудь бонус, опять же, Apply. Сразу на графике проверяем. Вот видите, что так сейчас ничего не работает просто потому, что я опять забыл создать вот этот вот слой. Ну, он автоматом создается при нажатии на эту кнопку. Ну, и сразу видите, что кривая поменялась. В таком виде очень легко все и изменять, и делать для кучи объектов. Если у вас вообще множество объектов в стене анимировано, то вам достаточно их расположить, поменять у них положение в пространстве, и потом применить к ним какой-нибудь пресет, и они у вас уже будут как-то интересно колбаситься на экране, вам не обязательно руками все это настраивать. Вообще, в интернете много можно найти заранее заготовленных уже формул, которые вам достаточно вписать вот в поле какого-то изменяемого параметра, и он у вас будет, например, затухать по синусоиде, или как-то вот колбаситься подобным образом. Есть также, например, еще более ранний скрипт, который называется Easy and With. Ну, собственно, вы тоже его можете посмотреть. Он делает, в принципе, похожую анимацию, но мне почему-то вот Animation Pattern понравился гораздо больше. И он мне нравится вот еще почему. Например, если я применяю какую-нибудь к нему паттерн, вы видите, что объект движется. То есть ключа у нас два, а движение у него гораздо сложнее. Но если мне не нравится, то движение, которое в плагине заранее, ну, в скрипте в этом заранее сделано, я могу его изменить. Например, мы смотрим, что Rubber Out. Я иду в этот Rubber Out, в этот слайдер. Смотрю его, вижу, что движение у него такого рода. Но меня, например, оно не устраивает, поэтому я могу каким-то образом его сделать более таким характерным. порезче, побольше. Изменив вот этот вот график здесь, я также вижу, что у меня поменяется и движение в самом ну, в самом параметре, который мы изменяли. То есть подобным методом очень легко изменять вот эти все наши пресеты и создавать даже свои собственные, вообще практически любые. Автор даже рассказывает, что можно, например, продублировать какой-нибудь, ну, вот Rubber Out возьму, продублирую его, и можно сделать вообще у него какую-нибудь сумасшедшую кривую, как-нибудь вот так вот, да что ж такое, как-нибудь вот так вот извратиться любым доступным нашему воображению образом. И если мы теперь нажмем, сейчас вот ее здесь не видно, но если мы нажмем вот эту кнопку снова, скрипт все эти пересчитает, и вот у нас Rubber Out 2 появилась. В принципе, мы можем теперь вот на этот масштаб назначить и просчитать. Видите, вот такая дичайшая совершенно штука получилась, но в то же время она повторяет вот этот вот наш график. Видите, вот такой дурацкий. Но вы можете создавать свои собственные и тут сохранять. Единственное, что в скрипте, естественно, если мы сейчас вот удалим и создадим новый, никакого нашего Rubber Out 2 здесь, естественно, не будет, потому что эти создаются из скрипта автоматом по тем пресетам, параметрам, которые автор задал при его компиляции. И нам достаточно вот этот вот слой сделать ему там Animation Preset, как пресет его сохранить и впоследствии использовать уже здесь. Еще какая особенность здесь есть, если мы после автора эффекта снова вызовем этот скрипт, я вот замечал, он не всегда подхватывает и начинает назначать вот эти штуки, хотя у нас имеется и Animation Pattern слой и все остальные. Здесь обычно достаточно, опять же, вот эту кнопочку еще раз нажать, тогда скрипт как-то подхватывает вот этот вот паттерн и уже начинает работать с ним нормально. Из полезных функций здесь что еще можно отметить? Например, если мы создаем какой-нибудь... Ну, кстати, видите, сейчас... А, я уже тут что-то намудрил. Кстати, если вы наблюдаете, что у вас что-то пошло неправильно, можно эту формулу просто удалить, обычно стандартным для автора эффекта способом. Нажимаем Alt, жмем на часах, формула удаляется. Мы видим обычные линейные движения без всяких спецэффектов. Вот. Снова выделяем ключи, и объект уже движется по плавной, по заранее заданному паттерну. Из интересных еще функций мне вот что здесь нравится. Если у нас ключей несколько, то мы можем... Видите, сейчас график одинаковый. Но мы можем задать, например, здесь какой-нибудь другой. Для этого нужно выделить два ключа, выбрать какой-нибудь паттерн другой, задаем, и, собственно, мы видим, что у нас в одном графике уже как бы два вида кривых наблюдается. Ну, мне тоже это нравится, позволяет пользоваться сразу, не ограничивать свое воображение. Опять же, если вас не устраивает что-то, вы можете всегда это изменить. Или даже создать свой собственный. И вот еще какая функция. Мы здесь видим кнопочку с лупой. Зачем она нужна? Например, мы можем выделить ключ и посмотреть, какой именно паттерн к нему привязан этим скриптом. Видите, сразу автоматом устанавливается тот, и мы можем его, допустим, применить снова. В итоге у нас получится, что все скрипты имеют одинаковый, все ключи имеют одинаковый затухающий паттерн. Тоже очень удобно бывает, особенно если вы на следующий день начинаете работать и уже забываете, какие именно вещи там настраивали. Ну и, конечно, есть тут default. Достаточно выделить ключи, применить, и мы видим, что ключи стали по умолчанию. То есть можем вот F9 применить к ним. Здесь уже стандартная работа проходит. Применять скрипт можно к любым значениям. Например, необязательно масштаб положения, мы можем также к вращению. Вот, например, какой-нибудь bounce. Где у нас bounce? Вот мы теперь видим такую анимацию. Ну, в общем-то, вот и все. Скрипт мне понравился. Я его подтестировал на нескольких проектов, никаких глюков за ним не обнаружил. Работает вроде нормально. Немножко к нему привыкнуть вот к этим манипуляциям с ключами. Можно вот подстраивать. Мне нравится, что можно собственные кривые в нем рисовать. И рекомендую его пользоваться, потому что действительно полезно и экономит очень много времени. Ну, всем удачных рендеров. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова